Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл наших занятий, и тема, которую раскрываем сегодня, это художественная культура Древнего Египта. Начнём мы традиционно с периодизации, то есть рассмотрим основные этапы, которые проходила эта цивилизация за очень длительный период своего существования. Итак, первый период — это додинастический период, который связывается с V тысячелетиям до нашей эры. Додинастический период, который ещё тяготеет к тем особенностям первобытной культуры, о котором мы с вами говорили на прошлом занятии. Второй период, который связан с древнеегипетской цивилизацией, — это период раннединастический, это период I, II и III династии. Дело в том, что культура Древнего Египта уже имела свою письменность, формируется система письма, и также в контексте древнеегипетской культуры появляются уже и первые такие исторические условные сочинения, то есть хроники, царские списки. Поэтому здесь периодизация истории культуры Древнего Египта обычно строится по этим династиям. Итак, второй период раннединастический. Третий период, о котором мы с вами говорим, — это период Старого Царства, Старого или Древнего Царства, время, к которому уже были сформированы базовые принципы древнеегипетского искусства, в полной мере уже был сформирован древнеегипетский религиозный культ, и это время такого расцвета, когда идеология, когда памятники представлены в таких наивысших своих качествах. Старое Царство заканчивается первым переходным периодом, и скажем о том, что любой переходный период, которых будет три в истории культуры Древнего Египта, эти периоды связаны с некоторыми кризисными явлениями. Это может быть или какой-то внутренний конфликт, внутренний кризис, гражданская война или кризис идеологический, мировоззренческий, или это может быть иноземное нашествие, которое тоже нарушало естественный ход развития древнеегипетской истории и, соответственно, нарушало естественный ход развития древнеегипетской культуры и искусства. Первый переходный период заканчивается опять восстановлением единой государственной власти, объединённый Египет, и начинается эпоха Среднего Царства, следующий этап, который тоже внёс свой существенный вклад в формирование древнеегипетской цивилизации. Среднее царство сменяется вторым переходным периодом, как раз время, которое было связано с нашествием гексосов, так называемые цари-пастухи, которые нарушили естественный ход развития древнеегипетской истории. Однако этот кризис тоже был преодолён, и начинается эпоха Нового Царства, один из таких ярких взлётов в древнеегипетском искусстве. Новое царство, которое связано с именами выдающихся государственных деятелей, например, фараона Эхнатона или Рамзеса II, то есть те образы, которые вошли и в современную массовую культуру. Новое царство завершается третьим переходным периодом, периодом XII власти, когда Египет тоже переживает определённые кризисные такие моменты, и завершается всё поздним периодом, который уже относится к более современному, более близкому к нам времени. Для сравнения скажу, что поздний период непосредственно граничит с греко-римской традицией, с греко-римской культурой, поэтому это время, которое уже совершенно отличается от тех традиций и особенностей, которые были свойственны для такого классического Египта. Какие особенности следует назвать, когда мы говорим про древнеегипетскую цивилизацию? В первую очередь, это традиционность древнеегипетской культуры, и сразу обращу ваше внимание на то, что традиционность была связана с природными циклами. Дело в том, что Древний Египет, его экономическая основа и основа для общественного развития была связана с земледелием, то есть с разливами Нила, и цикличность и постоянная смена одного цикла другим, конечно, формировала и традиционность древнеегипетской цивилизации. Традиционность, устойчивость и наличие неких традиций, которые проявлялись в частности в сфере культуры и искусства. Таким образом, вторая особенность древнеегипетской культуры — это каноничность, которая является следствием такой традиционности, то есть были выработаны определенные принципы, определенные нормы, которые проявлялись во внешних формах. Например, в изобразительном искусстве канон изобразительный был связан и с формированием особой системы перспективных построений, и с использованием определенных атрибутов, например, и с особой компоновкой, например, фигур в рамках того или иного изобразительного пространства. И третья особенность, которая тоже тесно связана с первыми двумя — это связь с культом. То есть древнеегипетская культура, древнеегипетское искусство носило преимущественно религиозный характер. Подавляющее количество памятников, которые мы увидим, которые, в общем-то, сохранились, они имеют в той или иной степени связь с древнеегипетской религией. И говоря о связи с культом, нужно сказать, что, конечно, древнеегипетская цивилизация в обыденном представлении, вот в рамках школьной программы, она рассматривается как связанная с культом мёртвых. Культ мёртвых — основа для всех тех произведений, которые мы будем смотреть. Если это архитектура, то это гробницы, пирамиды, храмы. Если это живопись, то это, конечно, декор древнеегипетских гробниц. Или, если говорим о миниатюре, например, свитки, книга мёртвых, предположим, тоже то, что отражало представление древних египтян о загробной жизни. Ещё один аспект вот этой вот особенности — это культ фараона. Дело в том, что в представлении древних египтян до определённого момента времени фараон был богом. А более того, взаимодействовать с иными богами обычные люди могли только через посредство фараона. Поэтому фигура царя, она также была очень важна и актуальна для древнеегипетской культуры. Это отражалось прежде всего в делении памятников на царские памятники и памятники, которые создавались для всех остальных людей, которые населяли древнеегипетское государство. Если мы с вами обратим внимание на карту древнего Египта, то мы увидим с вами о том, что это государство располагается вдоль реки Нил. И таким образом связь с разливами Нила была одна из важнейших черт древнеегипетской культуры и даже древнеегипетской истории. Ещё одна важная особенность, на которую следует обратить внимание, это подразделение Египта на нижний, средний и верхний. Если мы с вами посмотрим на карту, то мы с вами увидим, что Нижний Египет — это территория дельты, то есть та часть, которая ближе к Средиземному морю. Средний Египет — это то, что посрединке. И, соответственно, Верхний Египет — это территория, которая уже ближе к Нильским порогам, к Нубии и так далее. Для нас это кажется странным, потому что у нас всё наоборот, но здесь мы смотрим с точки зрения греков, поэтому именно такое подразделение обычно принято, когда речь идёт о памятниках древнеегипетской культуры. Например, территория Верхнего Египта связана с памятниками эпохи Нового царства и так далее. Древний Египет граничит с Ливийской пустыней. Видим, что он располагается вдоль Средиземного моря, и Красное море — это ещё один водоём, который также был важен для формирования древнеегипетского государства. И поскольку мы сказали, что, конечно, географические условия имеют решающую роль в формировании явлений культуры, вот эти аспекты требуют особого внимания, потому что они могут стать основой для сюжетов, например, анималистические какие-то композиции и так далее. Следует сказать о том, что уже в ранние периоды древнеегипетской цивилизации были сформированы ключевые базовые принципы, то, что я назвала словосочетанием «изобразительный канон». И перед вами палетка Нормера. Это памятник, который относится к периоду Первой и Второй династии, то есть один из ранних памятников. И здесь мы с вами можем видеть все те особенности, которые характеризуют древнеегипетское искусство и в дальнейшем. Это использование аспективы особого типа перспективных построений, это выделение фигур масштабом, это использование атрибутов, например, атрибуты царской власти, это синтез изображений и письменности и так далее. То есть все моменты, которые представлены здесь, памятник этот хранится в собрании Каирского музея, в дальнейшем эти же моменты будут проявляться и в более поздних произведениях искусства. Также я сказала о том, что древнеегипетская культура была связана с культом мёртвых, поэтому основная часть произведения, которые перед вами представлены на слайдах, это памятники, которые так или иначе связаны с древнеегипетскими гробницами. Это могут быть, например, саркофаги, это могут быть статуи Ка, то есть статуи двойника, которые также помещались в гробнице. И здесь, конечно, следует отметить, что одним из наиболее ценных таких вот вкладов в мировую художественную культуру обладает обнаруженная гробница Тотунхамона, которая по счастливому стечению обстоятельств оказалась неразграбленной. И благодаря вот этому памятнику, который относится к периоду Нового Царства, мы можем более полно составить представление о том погребальном инвентаре, который сопровождал человека в царство мёртвых. Вот, например, это саркофаги Тотунхамона, может быть, погребальные маски и другие образцы декоративно-прикладного искусства. Теперь мы с вами кратко рассмотрим, как развивались разные виды искусства по периодам. Начнём с эпохи Древнего Царства и посмотрим о том, что для ранних этапов развития древнеегипетского искусства, для скульптуры характерна, допустим, строгая фронтальность, характерно использование, как мы уже сказали, атрибутов, характерно использование инкрустации для того, чтобы придать большее сходство статуе с живым человеком. И обратим внимание, что эти произведения тяготеют к стене, то есть они пока не рассчитаны на круговой обход. Формирование круглой скульптуры связано с более поздними периодами развития культуры. Вот перед вами статуя царевича Рахатепа и его жены Нафред, которая относится к периоду IV династии. С течением времени древнеегипетская скульптура эволюционирует, развивается, появляются новые стилистические особенности. И, конечно, самые яркие изменения были связаны с периодом нового царства, когда появляется значимая для развития древнеегипетской цивилизации фигура фараона Эхнатона. Дело в том, что это время было связано с изменением египетской идеологии, а культура была очень связана с идеологическими моментами. Поэтому, когда мы смотрим с вами на образцы скульптуры этого периода, мы видим, что они отличаются иными пропорциями, то есть более утончённые, иногда гипертрофированные. Более того, композиции приобретают какой-то больший, может быть, лиризм, появляется более глубокая, более утончённая эмоциональная характеристика. Хотя, конечно, это не безусловно. Мы просто называем такие самые общие особенности, самые общие черты, которые позволят вам в дальнейшем, самостоятельно работая с литературой, их выявлять и на большем количестве примеров иллюстрировать. Конечно, шедеврами древнеегипетской скульптуры эпохи Нового Царства являются бюсты царицы Нефертити, которая стала таким символом женской красоты, очарования, утончённости. И перед вами бюст, который располагается в собрании Берлинского музея. Также отметим, что для древнеегипетской скульптуры было характерно развитие и мелкой пластики, которая тоже была представлена такими статуэтками, которые составляли часть погребального инвентаря. Это могут быть, например, скульптурные оформления сосудов, которые использовались для хранения внутренностей после мумификации. Это могут быть фигурки у шепти, такие вот ответчики, которые выполняли функции тоже религиозные, и особое распространение они получают в эпоху Среднего Царства. Ну и так далее. И в целом, какой бы пример пластики древнего Египта мы не рассматривали, мы всегда будем фиксировать те особенности, которые я назвала в самом начале. Второй вид искусства, который нужно кратко охарактеризовать, это архитектура. Здесь тоже мы будем находиться преимущественно в рамках культового религиозного зодчества и будем говорить о разных типах гробниц. Для любого человека первая ассоциация, которая возникает с словом Египет, это пирамиды. Так вот, пирамиды – это форма гробницы, которая появляется на ранних этапах. Первая такая условно-ступенчатая пирамида, она относится к эпохе Третьей династии. Это пирамида фараона Джосера. Более того, благодаря тому, что египетская цивилизация создала свою систему письма, даже несколько известна и имя архитектора. Это зодчий Имхотеп, который создает эту законченную форму, которая в дальнейшем получит свое развитие уже в творчестве последующих архитекторов, которые тоже создавали такие пирамидальные комплексы для фараонов следующих династий. Конечно, самый известный памятник, который является примером такого рода формы, это великие пирамиды Четвертой династии в Гизе. Их автором является зодчий Химиун. И три пирамиды, которые представлены перед вами, это пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Они необычайно масштабные. Их создание требовало высокого уровня не только мастерства, но и высокого уровня развития инженерного искусства. Поэтому есть красивая поговорка о том, что все в мире боится времени, и только время боится пирамид, потому что до сих пор они являются таким непревзойденным образцом архитектуры. Пирамиды — это не просто обособленная гробница. Пирамиды — это часть крупного ансамбля, крупного комплекса, который мог включать в себя, например, поминальные храмы, какие-то часовни. И все это было связано с потребностями древнеегипетского ритуала. Также в Гизе, в данном ансамбле, мы с вами видим и образец монументальной скульптуры. Это грандиозная статуя сфинкса. Длина этого памятника более 50 метров. Кроме гробниц, как образца древнеегипетской культовой архитектуры, в контексте развития этого вида искусства египтяне создают и разнообразные формы храмовых ансамблей. Храмы могли иметь также религиозный характер, начиная с V династии, и некоторые формы заложили основы для развития даже античного зодчества и античной архитектуры. Например, в долине Дейр-эль-Бахре находятся два храма. Один из них был создан в период Среднего Царства, это храм Ментухатепа, и второй храм был создан в период Нового Царства, это храм царицы Хадшипсут. Масштабные колоннады, такое ярусное построение, это, конечно, те качества, которые также показывают высокий уровень развития древнеегипетской цивилизации. Также, как и пирамиды имели свои комплексы, имели свои ансамбли, точно так же и храмовые ансамбли предполагали наличие прочих образцов искусства. Это могли быть какие-то дороги, например, аллеи сфинксов, которые получают также распространение в период Нового Царства. И здесь очень важное такое замечание. В контексте древнеегипетской цивилизации храм рассматривался как путь к божеству, то есть как мотив движения. В отличие, например, от греческой цивилизации, о которой тоже мы с вами будем говорить, в Греции храм формируется изначально из типа жилого дома, такого континентального, поэтому для греческой культуры храм — это скорее жилище божества. Важно отметить, что такая вот идея движения, идея динамики, она отражала древнеегипетские представления и в той или иной степени была связана с древнеегипетским ритуалом. Ещё один пример храмового ансамбля — это большой скальный храм фараона Рамзеса II в Абу-Синбеле, тоже период Нового Царства. И ансамбль включает в себя два храма, которые также украшены монументальной скульптурой, и эти памятники поражают своей грандиозностью и поражают своими масштабами. Такая вот мегалитическая культура, она в общем и целом является очень свойственной для древнеегипетской цивилизации. И ещё два храмовых ансамбля, которые также были созданы в период Нового Царства, это храм в Карнаке и храм в Луксоре. Масштабные сооружения, которые создавались на протяжении длительного периода времени. Несколько фараонов их строили, несколько династий архитекторов. И здесь, конечно, тоже мы встречаемся с уникальными образцами и архитектурных конструкций, и они очень красивы. Более того, на стенах этих храмов содержится летопись, которая посвящена истории того или иного фараона. Вот перед вами храм в Луксоре, который был посвящён солнечному божеству Амону, та часть, которая была построена в период правления Рамзеса II. Храм Амона в Луксоре, тоже пример, который является важным образцом древнеегипетской архитектуры. И аллея сфинксов, и пилоны у входа, также которые располагаются в Луксоре. Говоря о древнеегипетской культуре, конечно, обязательно следует сказать несколько слов о декоративно-прикладном искусстве, потому что здесь древнеегипетские мастера, древнеегипетские ювелиры, они максимально полно проявили вот это стремление к красоте, которое воплощалось в произведениях, которые были связаны с древнеегипетским заупокойным культом или с их религиозными представлениями в целом. Вот перед вами портретная маска Тутунхамона, которая выполнена из золота, лазурита, сердолика, декорирована цветной смальтой. Это один из шедевров декоративно-прикладного искусства эпохи Нового царства. Второй пример, который тоже связан с именем этого фараона, это подвеска в виде скоробея. Очень сложный образец с точки зрения техники и очень интересный с точки зрения обилия символов, которые здесь представлены. Ну вот кратко скажем, что жук-скоробей, он был связан тоже с представлениями о солнечном диске, то есть тоже солярная символика, вот как жук-навозник катит перед собой катышек. Также и здесь мы видим, как он поддерживает ладью луны. Помимо образцов ювелирного искусства и художественной обработки металла, в контексте древнеегипетской культуры большое развитие получает и мебельное искусство, которое тоже было представлено разнообразными тронами, седалищами, сундуками. И для их украшения, для их декорировки использовались разнообразные техники. Это могла быть инкрустация, например, слоновой костью и цветными смальтами, как вот в данном случае перед вами крышка деревянного ларца, которая тоже была обнаружена в гробнице фараона Тутнухамона. Нужно сказать, что величие древнеегипетской цивилизации, величие древнеегипетской культуры, обусловило тот факт, что даже когда Египет был завоёван сначала в период формирования и развития античной культуры, потом уже в эпоху Нового времени, египетская цивилизация влекла за собой большое увлечение теми формами изобразительности, которые были популярны в контексте изобразительного искусства. То есть появлялась такая целая мода, если можно так сказать, говоря о ранних этапах развития культуры, мода на всёегипетское, определённая египтомания. Правители, которые завоёвывали Древний Египет, они стремились воспринять традиции, которые были свойственны для классического Египта, они стремились так или иначе адаптировать культовые представления. Поэтому многие образцы, которые уже относятся к периоду позднего времени, они также повторяют наследие древнеегипетской цивилизации. Например, погребальная пелена, которая была создана в середине II века, памятник, который хранится в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Вот мы видим, что несмотря на поздний период, тем не менее, здесь отражён сюжет, который раскрывает древнеегипетские религиозные мифологические представления. Мы видим изображение умершего, и рядом с ним изображён Осирис, как раз тот бог, который был связан с царством мёртвых. Или, например, фаюмские портреты, погребальные портреты, которые считаются предтечей иконописных произведений, иконописной традиции. Тоже их формирование связано с наследием древнеегипетского ритуала. Это важный момент, который показывает устойчивость, величие и традиционность древнеегипетской цивилизации. До сих пор большое внимание и большой интерес люди уделяют именно данной культуре, которая поражает своим величием, поражает красотой и чёткостью отработанных концепций и композиционно-художественных схем. Конечно, для нас древнеегипет — это одна из основ. В качестве вот такого заключения скажем, что Древняя Греция, которая стала колыбелью европейской цивилизации, она также была ориентирована на традиции египетской культуры, и великие греческие мудрецы говорили о том, что для того, чтобы проникнуться мудростью, необходимо посетить Древний Египет и пообщаться с тем наследием, которое хранили древнеегипетские жильцы, то есть представители древнеегипетского культа. Благодарю вас за внимание и надеюсь, что вы тоже будете любить Древний Египет. Субтитры создавал DimaTorzok